Всем привет, с вами Нагваль, мы продолжаем наш видео ежедневник и сегодня у нас в четверг поставили новое обновление, точнее новый фестиваль. Но фестиваль не такой же новый, в прошлом году был примерно такой же, Жутковин. Ну и сегодня посмотрим непосредственно процесс его выполнения, так в общем плане по-быстрому прибежимся, посмотрим что к чему. Так, первый квест у нас самый простой, который можно выполнять даже всеми твинами, подошел сюда, скрафтил и готово. Все, подошел, потом сдал. Так, здесь нам нужно покататься на улитке, достаем нашу улиточку, опаньки, и с помощью этого скилла собираем. Так, лиловый леденец получили, но в принципе если вам лень ездить так медленно, вот этими конфетками улитку можно ускорить. Синяя конфета повышает на 100% скорость передвижения, а желтая на 50%, ну суммарно на 150% получается. Но эти конфеты вам еще понадобятся, так что не советую их тратить полностью все. Так, ну собственно все, откатались на улитке, идем дальше. И сдаем здесь квестики. Первый, который резьба по тыкве, там где нужно было скрафтить тыкву, и второй, это там где мы катались на улитках. Все, берем следующий квест. И по этому квесту нам нужно полететь в две короны. Итак, прилетели мы в две короны, тут уже куча котелков стоит. Так, создаем квест, берем следующий квест, берем следующий квест, берем еще квест. Короче, хереново тучи квестов. Так, по одному квестику нужно собрать эти лампочки. Итак, ну и у нас вот еще куча всяких квестов. Изготовить ведьмин котелок, зелье спиритического сеанса изготовить, и зелье духов войны, зелье духов плодородия. Ну, соответственно, пойдем их готовить. Так, ну для тех, кто не любит читать новости на сайте, они скорее всего будут стоять и тупить, где же сделать этот сраный ведьмин котелок. Вроде как вот эти вот черепки есть, точнее чугунные осколки, а что с ними делать, сразу сходу не догадаешься. И в описании квестов ничего подобного не написано. О том, что нужно подойти к плавильной печи и там его сделать. Вот нормально, да? Нигде в описании квестов этого нет, только на сайте это написано. Ну да ладно. Так, подходим к плавильной печи, вот здесь вот наша штучка, ведьмин котелок. Ну вот для начала нужно будет сделать такую вот тыквенную карамель, которая вот делается здесь. Ну вот как раз таки из тех самых конфет, которые мы собрали, катаясь на улитке. Куда-то у меня их 7 штук аж упало, не знаю откуда, ну да ладно. Так, делаем короче котелок. Да, кстати, вот эти вот карамели тыквенные, они не персональные, их можно передавать, но только через торг, либо скинуть по почте. На аукцион выставить их нельзя. Вот, ну это в том плане, что можете скинуть его на своего твинка и твинком сделать себе вот этот котелок и, соответственно, получить с него плюшки. Так, дальше, короче, сдаем квест. Нам нужно было скрафтить по этому квесту котелок. Его скрафтили, все готово. Так, дальше, ставим котелок. Готово, вот наш котелок. Теперь в этом котелке нам нужно сделать следующее. Зелие духов войны и зелие духов плодородия и зелие спиритического сеанса. Делаем все, что там написано и так. Зелие духов войны. Зелие духов войны дает нам 500 очков в чести. И на него еще нужен лекарственный порошок. Дальше. Зелие духов плодородия дает нам 500 очков ремесленной репутации. На него нам нужны измельченные злаки. Эти две штучки склянки с призрачной сенцией нам дали по квесту. Вот, все. Сдаем квест. Все, что надо, скрафтили. И получаем еще вот такие вот штуки. Зелие буйного роста. Оно работает, как и рунки. Там, кельт или она, не помню. Которые тоже добавляют 10 тысяч очков опыта. Но я не советую их юзать, потому что они нужны нам дальше. По следующему квесту. Чтобы изготовить зелье спиритического сеанса. Так, зелье спиритического сеанса. Теперь нам осталось изготовить по квесту. Его можно изготовить двумя способами, насколько я понял. Первый способ это при помощи зелий буйного роста. Либо его можно сделать, потратив жутковинский жетон. Ну и еще вам понадобится ремесленный молоточек. Так что советую закупить за ними заранее. Потому что здесь, если вы не западник, то вы его купить не сможете. Так, скупил я молоточки. И соответственно будем делать вот эти зелья. Ну сделаем при помощи первого способа. Из зелий буйного роста. Готово. Все, идем, сдаем квест. По которому мы ничего не получили. Зачем я делал этот квест, тоже непонятно. Так, зелье у нас осталось. Его не забрали, это хорошо. Так, ну и теперь попробуем вторым способом. Делать из жутковинского жетона. Посмотрим, чем они отличаются. Так, ну судя по всему. Ну, в один стек они не складываются. Ну ладно, посмотрим так. Союзаем зелье. Ага, и вот появился дух. С ним нужно поговорить. Почему-то вот с этими духами люди их кинули и ушли. Хотя могли получить плюшку. Так, ладно, жмем поговорить. Получить мешочек с жутковинскими подарками. Получили. И все, дух исчез. Что мы получим из мешка? Мы получим кучу всякого хлама. Вау, вот это награда. Тусклый алхимический кристалл. Прям вот очень мне нужен он. Так, второй мешочек нам что даст? Ботинки. Черные сапоги. Ха. Кстати говоря, эти сапоги можно же было сделать здесь. А нет, здесь нету. И вообще костюмов здесь почему-то нет. В прошлый раз были, сегодня нет. Но судя по всему, костюм можно вытащить теперь только вот с помощью такого способа. Крафтить эти вот штуки, зелье спиритического сеанса. И из них вытаскивать мешочки. Из мешочков может упасть какой-нибудь хлам, либо костюм. Либо там на сайте написано, что оттуда может выпасть. Ну да уж. На коте сапоги прям вот. Ну вот прям реально сапоги, да. Скорее это больше на носки похоже, чем на сапоги. Цыгня, короче. Не знаю, может кто купит. А, он еще и персональный. Ну короче, можно выкидывать. Ладно, рассмотрим тогда и награды. Все остальные такс, эскиз, костюма. В принципе костюм прикольный. Такой же как и здесь. Вот не знаю, можно ли снять шапку. Потому что шапка стрёмная. Но в целом костюм довольно-таки прикольный. Но я себе его делать точно не буду. Так, жутковинский орган. Не знаю, что это за орган. Какой-то. Так, ладно. Метла, 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 мармеладка. Мармеладки уже у всех есть. С прошлого года портрет какой-то. Забор, кларнет. Кларнет, кларнет, забор. Какие-то заборы. И фигня на получение опыта. Фигня, короче. Ну вот, собственно, как-то так. Я даже не знаю, на что потратить и жетоны. Пока ни на что их тратить не буду. Попробуем сделать себе жутковинский орган. Поставить его в дом. Пускай стоит. Что, прикольная штука. Правда, там у меня уже места нет, куда что ставить. Но сделаем, куда-нибудь запихнем. Такс, ну это еще не все. Вон там проходит состязание по бросаниям конфет в тыкву. Вот, ну я там еще не был. Как-нибудь потом сходим. Но, в принципе, на канале у меня это есть. Я уже показывал в прошлом году, что здесь и как происходит. Так, ну вот и, пожалуй, все, что касалось нового фестиваля. Такс, ну а что касается заработка голды, то за сегодня я поднял, как видите, 700 голдишки всего лишь. Ну там чуть меньше. Вчера оставалось 100 с копейками. Я продал немножечко расходки. Ну, не сидеть же без голды. Понимаю, что цены низкие. Но голда все-таки нужна. Потихоньку зарабатывать нужно. О, фаленты мощи закончились. Прикольно. Я понял намек. Сейчас мы это все дело продадим. Так, а что у нас по баночкам? Ну, банки совсем упали в цене. Ну вот, как-то так, короче говоря. Отправляем мы 600 голды на склад. И посмотрим, что будет завтра. Мне эта фигня с фалентами мощи заинтересовала. Так, ну и, пожалуй, все на сегодня. Спасибо за просмотр. С вами был Нагварь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!